Война в стальных монстрах В The Battle for Middle-Earth 2 разработчики предлагают нам принять участие в битве за Средиземье на стороне либо плохишей, либо добрых сил. И у тех, и у других появились новые расы у добрых эльфа и гномы, а ряды злодеев пополнились гоблинами. Вне всякого сомнения лучшая игра этой серии. Пройдя долгий путь проб и ошибок, разработчики наконец нашли золотую середину между спортом и нелегальной уличной ездой, между гонками и тюнингом, между моторами и виниловыми наклейками. В прогнившей груди Стабс Де Зомби бьется движок. Хало. Об этом напоминает несколько моментов. Во-первых, собственная физика технических средств и трупов. Во-вторых, тормоза. Обладая хорошей, но не революционной картинкой, игра позволяет себе хамски тормозить на современных машинах. Привет, это программа ФАК, и я ее ведущий Борис. Для тех, кто пропустил нашу первую программу, вкратце поясню, в чем ее суть. Есть конкретная игра, вызывающая определенные вопросы. Моя задача разобрать сапш по кирпичикам и дать ответы на поставленные вопросы. Кто ничего не понял, разберетесь по ходу дела. Впереди много чего интересного, не будем терять время. Стратегия «Стальные монстры» совершенно не похожа на большинство игр про Вторую мировую. Даже и не верится. Начну с того, что в «Стальных монстрах» нет нормании. Действие игры разворачивается на Тихом океане. Основу игры составляют две глобальных кампании, каждую из которых можно проходить как за США, так и за Японию. Разница лишь в расстановке сил. Каждая страна обладает лишь несколькими центральными базами, а «Стальной океан» пока свободен. Мир — это роскошь, которая доступна лишь в самом начале игры. Ровно год вы сможете ничего не бояться, особенно если играете за японцев. США первыми войну не начнут, но император отдаст недвусмысленный приказ — начать войну до конца 1941 года. Если вы играете за США, то знаете, японцы атакуют в декабре 1941 или январе 1942 года. Знание — сила. Чтобы создать в игре баланс, разработчики дали Японии очень много гипотетического оружия, которое в реальной войне не применялось, но могло быть применено, если бы им вовремя поделилась Германия или если бы города Японии не были бы сметены огненными пожарами. Такая вот альтернативная история. Игра разработана компанией Lesta Studio, распространяется с 17 ноября 2005 года компанией Buka. Рекомендуемые требования — процессор 3 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, 256 МБ видео и 3 ГБ на жестком диске. Игра «Стальные монстры» уникальна тем, что содержит в себе три разных варианта игрового процесса. Верхний — это неторопливая глобальная стратегия с важными решениями, постройками баз, созданием больших кораблей и маленьких самолетов, сбором ресурсов и изучением технологии. По желанию игрок может взять управление битвой в свои руки и переместиться на средний уровень. Это тактика в реальном времени. То, что принято назвать РТС в полном смысле этого слова. Здесь игрок орудует главным образом отдельными кораблями и звеньями самолетов, выделяя их классической рамочкой и посылая в бой. Есть и третий уровень — аркадный, в котором всё, что требуется от игрока — быстро летать и метко стрелять. Или просто метко стрелять, если он встаёт за зенитную пушку корабля. Война в «Стальных монстрах» выглядит очень специфично, спокойно и размеренно. Тихий океан огромен, корабли же медленны, да и видят недалеко. Уверенно контролировать в такой ситуации получаются лишь прилегающие к базам районы. О том же, что говорится в большой воде, игроку остаётся только догадываться. Игра «Стальные монстры» получилась совсем не похожей на однолейких соседей по прилавку. И главное, в неё можно играть, пусть и закрыв глаза на некоторые недостатки. Более того, играть за поем, получая наслаждение от оригинального геймплея, который затягивает огромным количеством новых возможностей. Но есть некоторые моменты, о которых вы спрашивали меня по электронной почте. О них я вам сейчас и расскажу. Иногда лётчики игнорируют приказы и летят в огонь ПВО, как мотыльки на свечку. Если не уследить за этими странностями, можно быстро лишиться изрядного количества самолётов. Подводные лодки иногда промахиваются. И, если вы считаете, что сделаете выстрел точнее, чем виртуальный капитан, жмите кнопку «Пальнуть прямо сейчас». Кнопка «Ф1» вызовет на экран список всех актуальных горячих клавиш. Очень удобно, когда нужно вспомнить, какой клавишей можно выделить все самолёты или все корабли. Уровни сложности влияют на исход автобитв, на агрессивность искусственного интеллекта в стратегическом режиме и на меткость и агрессивность в тактическом. Перевозить самолёты с базы на базу можно только на авианосцах, даже бомбардировщике и даже в разобранном состоянии. Понять это нельзя, проще запомнить. Однако иногда проще попытаться перебросить самолёты своим ходом, прицепив им вместо бомб подвесные баки. Жаркий климат и дикие места вводят в игру понятие смертности. Чем ближе остров к экватору, тем больше люди на базе будут умирать естественным путём и от болезней. Снизить темп убыли населения можно, построив и улучшив на базе больницу. Скажу честно, лично я положительно отношусь к играм по мотивам фильмов. Намного веселее принимать участие в знакомых событиях и управлять полюбившимися героями. Многие из вас посмотрели кинотрилогию Пидора Джексона «Властелин колец». Прониклись состраданием главным героем, оценили всю подлость старикаса Румана, вжились в мир. И тут подоспела The Lord of the Rings – The Battle for Middle-Earth. А в ней и музыка, и герои, и здания, и юниты. Ну всё как в фильме. Играешь и душа радуется. Спустя некоторое время Electronic Arts анонсировала The Battle for Middle-Earth 2. Революции никто не ждал, зато обещали вагон, знакомых как по фильму, так и по книге героев, которые в обнимку со старыми персонажами будут строить козу всё тому же Саурону. Разработчики из Electronic Arts в Лос-Энджелес сочинили для второй части новую историю, которая развивается параллельно с тем, как Фродо и компания пытаются тихой сапой пробраться в Мордор и там загасить злобный глаз Саурона. В The Battle for Middle-Earth 2 разработчики предлагают нам принять участие в битве за Средиземье на стороне либо плохишей, либо добрых сил. И у тех, и у других появились новые расы, у добрых – эльфы и гномы, а ряды злодеев пополнились гоблинами. Распространяется игра Electronic Arts 28 февраля 2006 года. Локализацией в России занимается компания Soft Club. Выход версии на русском языке запланирован на 2006 год. Рекомендуемые системные требования. Процессор 3 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 256 МБ видео и 6 ГБ на жестком диске. Главное отличие игры от первой части – возможность выбрать место для базы. Теперь вы сами определяете, где разместить различные здания. Правда, зачастую складывается впечатление, что разработчики предоставили нам мифическое право выбора. Дело в том, что дизайн практически всех карт сделан так, что стены надо строить тут, казармы и кузницы там и там, а шахты вообще у черта на рогах. Так как рядом с замком ресурсов попросту нет. Расы в игре отличаются не только внешним видом, но и тактикой. Например, эльфы делают ставку на лучников, ибо они сильны, бьют врага быстро и болезненно. Гномы полагаются на грубую силу, их солдаты погибать не спешат. Дерутся долго, упорно и способны одолеть даже серьезно превосходящие силы противника. Гоблины берут числом, их войска отличаются слабым здоровьем, но если соберутся всей компанией, то вынесут любого противника. Кроме того, на службе у негодяев гигантские тролли, которые разносят любую оборону при помощи валунов. Сражения в игре не только быстры, но и потрясающе зрелищны. Лихая конница с воплями налетает на стройный ряды противника, и в считанные секунды превращает сотню отборных супостатов в жалкие ошметки. Отдельной статьей идут морские сражения. Теперь вы можете строить корабли и громить врага не только на земле, но и на воде. Надо сказать, что баталии эти выглядят по-голливудски зрелищно, но никакой тактикой тут и не пахнет, как и во всей игре. Собрали флот побольше и вдарили по врагу. Технологически The Battle for Middle-Earth 2 недалеко ушла от оригинала, но благодаря стараниям штатных художников из Electronic Arts Los Angeles смотрится она просто волшебно. Вы побываете в живописном и уютном шире, в восхитительных лесах эльфов, и, конечно, возьмете штурмом мрачную крепость Назгулов, от которой прямо-таки веет холодом и смертью. Строго говоря, перед нами не вторая часть, а большой аддон, который выглядит и играется на ура. Морские сражения, зрелищные баталии, несколько новых рас и оригинальный режим делают The Battle for Middle-Earth 2 вполне самодостаточной и увлекательной игрой. Теперь перейдем к вашим опросам. Как запустить своих героев в игру? Заходите по адресу «Мои герои. Создать нового». Создаете героя и сохраняете. В мультиплеере, когда выбираете расу, за которую играть, есть закладка «Герои», и там можно выбрать своих, но только уже созданных. Нанимать героев можно в крепости. Многие из вас прошли всю кампанию, так и не прокачав все силы и умения. При желании можно все открыть, но лучше выбрать две ветки до Барлога и до Дракона, и прокачать их, не останавливаясь. Тогда, при последней миссии, у вас уже будет Барлог и Дракон. И еще одно замечание. Не покупайте пиратских версий. Купив лицензионную игру, вы избавите себя от множества проблем. Смотрите во второй части программы. Need for Speed. Most Wanted. Вне всякого сомнения, лучшая игра этой серии. Пройдя долгий путь проб и ошибок, разработчики, наконец, нашли золотую середину. Прогнивший к груди Стабс Де Зомби бьется движок. Хало. Об этом напоминает несколько моментов. Во-первых, собственная физика технических средств и трупов. Во-вторых, тормоза. Обладая хорошей, но не революционной картинкой, игра позволяет себе хамски тормозить на современных машинах. Смотрите во второй части программы. Need for Speed. Most Wanted. Вне всякого сомнения, лучшая игра этой серии. Пройдя долгий путь проб и ошибок, разработчики, наконец, нашли золотую середину между спортом и нелегальной уличной ездой, между гонками и тюнингом, между моторами и виниловыми наклейками. Пожалуй, впервые в одной коробке собрались все удачные находки, когда-либо появлявшиеся в играх серии, а не оправдавшие себя новаторства остались в прошлом. В прогнившей груди Стабс Де Зомби бьется движок. Хало. Об этом напоминает несколько моментов. Во-первых, собственное физико-технических средств и трупов. Во-вторых, тормоза. Обладая хорошей, но не революционной картинкой, игра позволяет себе хамски тормозить на современных машинах. Если спросить человека, знакомого с Need for Speed в середине 90-х годов, о том, какая часть этого сериала была самой лучшей, то вам, скорее всего, назовут Need for Speed 3 Hot Pursuit. Эта игра была практически идеальна во всех отношениях. Но самое главное, за что ее все так любили, это режим Hot Pursuit — гонки с полицией. После долгого перерыва в Need for Speed Most Wanted копы снова возвращаются на дороге. Need for Speed Most Wanted — вне всякого сомнения лучшая игра этой серии. Пройдя долгий путь проб и ошибок, разработчики, наконец, нашли золотую середину между спортом и нелегальной уличной ездой, между гонками и тюнингом, между моторами и виниловыми наклейками. Пожалуй, впервые в одной коробке собрались все удачные находки, когда-либо появлявшиеся в играх серии, а не оправдавшие себя новаторства остались в прошлом. К нашим услугам — большой город, по улицам которого можно безнаказанно, ну или почти безнаказанно разъезжать в промежутках между соревнованиями. Перед нами открыты двери автомобильного магазина, где за деньги можно достать все — от наклейки до турбодвигателя. В салоне ждут своего часа 32 автомобиля, один другого краши, а 15 лихих гонщиков готовы помериться с нами силами. Сериал Need for Speed за последние 4 года обзавелся 4-мя новыми играми, и каждая из них предлагала что-то новое. Сиквелы от Electronic Arts резко прибавляли в качестве, при том, что временные интервалы между ними не превышают и года. В официальной продаже игра появилась 16 ноября 2005 года. Рекомендуемые требования. Процессор 2,2 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, 128 МБ видео и 3 ГБ на жестком диске. Особенности управления каждым автомобилем легче всего чувствуются на ощупь, в процессе игры. Здесь, как с настоящими машинами, нет однозначных ответов. Первое, что ощущается, — это заносы. Они стали заметно сильнее. Особенно опасно, когда во время поворота вы получаете удар в корпус, пусть даже слабый. Впрочем, привыкнуть и подстроиться достаточно легко, и уже через полчаса езды это не чувствуется. Режим замедления времени работает примерно так же, как азотная подгазовка. Накапливается со временем и активизируется на время нажатия кнопки. При этом время вокруг начинает течь гораздо медленнее, позволяя вдумчиво пройти особенно сложный поворот. Вторая немаловажная деталь — ощущение скорости. В мост Вонтад километры на спидометре пришли в соответствии с реальным положением вещей. 100 км в час — это быстро, 150 — очень быстро, а на 250 надо всерьез сосредоточиться и следить за стремительно несущейся дорогой. Стражи порядка в игре не декорации. Поначалу на них достаточно легко не нарываться, а встретившись с патрульной машиной быстро избавиться от преследователя. Но чем дальше, тем сложнее будет это сделать. Все зависит от уровня разыскиваемости. От полиции есть еще одна польза — вступая в конфликты с законом, вы повышаете свой рейтинг среди игроков. Чтобы претендовать на очередное место в черном списке, непременно потребуется вступить в конфликт с властями и выйти сухим из воды. Конечно, полиции все не ограничивается. Позиции в черном списке определяют состязания между гонщиками. Со времен Underground 2 список возможных способов помериться силой несколько преобразился, хотя основные варианты правил остались неизменными. Игра лучшая в своем жанре, но не самая лучшая в сериале Need for Speed. С копами, но без вменяемого режима погони. И с интересными гонками, которые есть только в самом конце традиционно длинной кампании. Чтобы помочь избавиться от полицейских, я поделюсь с вами несколькими советами. Преграды. На карте есть места, отмеченные во время погони красным треугольником. Это то, что готово обрушиться от малейшего прикосновения, отрезав путь преследователям. Лесовозы и автовозы. Грузовики с прицепами, содержимое которых с готовностью покатятся на проезжую часть от сильного удара. Этот прием не избавит вас от погони, но обеспечит небольшой выигрыш во времени. Убежище. Когда полиция на время потеряла вас из виду, можно притормозить у обочины и подождать. Но лучше заехать в одно из предложенных разработчиками убежищ. На карте они обозначаются пунктирными кругами. Недосягаемые места. Это скорее непредусмотренная возможность. К примеру, место на автобусной станции в минуте езды от Safe House на юго-восток, где нетрудно въехать на крышу или заехать настоящие в ряд автобусы. В одно прекрасное утро Джордж Ромеро, режиссер знаменитых трэш-фильмов, проснулся и заявил «Хватит дискриминировать зомби, они нежные и чуткие создания. Подумаешь, разрушили цивилизацию и поедают мозги. У всех свои недостатки». Разработчики из White Lord Games предлагают нам сыграть зажившего коми-воезжора, решившего еще разок взглянуть на этот свет. И тут такое закрутилось. Любовь и зомби, танки и зомби, овцы и зомби, нацистские ученые и зомби, и зомби, и зомби, и зомби. К игре Стап Де Зомби, с какой стороны не подступись, получаются сплошь восторги. Во-первых, новобранцы из компании White Lord не ищут легких путей. Вместо того, чтобы сотворить атмосферный зомби-тир, они затеяли более сложную и нетривиальную игру. White Lord открыли жанр таким роскошным дебютом, что совершенно непонятно, что еще добавить. Здесь есть практически все, за что мы любим компьютерные игры. Стапс ловко цитирует классику, умно шутит, удачно бунтует и, конечно, ест человеческие мозги. В прогнившей груди Стапс Де Зомби бьется движок. Хало. Об этом напоминает несколько моментов. Во-первых, собственная физика технических средств и трупов. Во-вторых, тормоза. Обладая хорошей, но не революционной картинкой, игра позволяет себе хамски тормозить на современных машинах. В официальной продаже игра появилась 21 ноября 2005 года. Локализацией в России занимается компания Бука. В нашей стране игру начали продавать с 13 апреля 2006 года. Рекомендуемые требования к игре. Процессор 2,5 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, 128 МБ видео и 4 ГБ на жестком диске. Как нетрудно догадаться, в Rebel Without a Pulse вы управляете натуральным зеленым мертвецом, который без лишних раздумий и мотиваций вскрывает чужие черепные коробки, ест мозг, ломает шеи и отрывает конечности. То есть получились все голливудские фильмы наоборот. Вы не спасаете человечество, а напротив, избавляете от него отдельно взятый город. Процесс поедания разумных людей представлен здесь крайне увлекательно. Итак, все, что вы делаете в Стапс де Зомби, это едите чужие мозги. Несчастные жители мегаполиса тут же встают под ваши знамена и требуют свежих людских внутренностей. Изначально вам доступны всего два оружия убийства. Свои руки и свои же челюсти. Кусать сложнее, враги отмахиваются, стреляют и всячески не даются под зуб. Чуть позже Стапс обзаводится некоторыми выдающимися способностями. Во-первых, извините, газы. Время от времени вы вольно испускать облако нечистот, которые совершенно обездвиживают всех в радиусе нескольких метров. Несчастных можно без лишней суеты употребить. Во-вторых, гранаты. Стапс умеет бросаться собственными внутренностями, которые обладают внушительной подрывной силой. Наконец, в-третьих, Стапс способен отвинчивать собственную голову и запускать ее в управляемый полет. По нажатию ответственной кнопки голова взрывается, обращая всех усопших в зомби. И на десерт фокус с рукой. Ее можно отсоединить и управлять отдельно. Конечность умеет забираться на вертикальной поверхности, прыгать живым на голову и брать их под контроль. Вся эта красота подается в роскошных декорациях и с отменным юмором. Время действия Стапс в зомби – так называемая ретро-фьюча. То есть формально перед нами 50-е со всеми соответствующими атрибутами – юбками, колокольчиками, рок-н-роллом и добродушными полицейскими в характерной форме. К этому, впрочем, добавляются роботы, летающие автомобили и их туристическая архитектура. К роскошному юмору и атмосфере прилагается также набор синефильских радостей. Игра в захлеб цитирует всю зомби-классику 20-го века, чем вызывает у просвещенной публики абсолютный восторг. Здесь есть атака укрепленного супермаркета, взятие заколоченного деревенского дома, а также полномерное поедание военных и ученых. А теперь я вам дам парочку советов по прохождению игры. Третий уровень – The Slamer. После вашего вторжения в конференц-зал появляются полицейские. Не лезьте в гущу событий. Кидайте бомбы вонючки, кусайте за затылки, пускайте газы. Но только не рвитесь вперед. Через некоторое время вас все равно схватят и свяжут. Открутите руку Стапсу и отправьте ее в вентиляцию. Пусть себе ползет по шахте. Вам нужно найти полицейского, подчинить его и отправить в лабораторию, чтобы освободиться. На уровне Punchbowl Mail, когда выйдете из склада, займитесь истреблением мирных жителей, чтобы оперативно пополнить свою армию. Спрячетесь в укромном месте, где вас не найдут. И выпускайте руку, управляйте ей, поднимитесь на крышу и захватите одного из стрелков. Теперь вы можете открыть огонь с выгодной позиции. На сегодня это все. Пишите мне ваши вопросы и пожелания на адрес faq-moonsdefestv.ru И я обязательно отвечу. До скорого. Играйте и выигрывайте. С вами был Борик. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok